друзья приветствую вторая часть посылки от александра из питера вот это равенол в ст 540 полнозольник вчера был было видео про лукойл genesis armartec так заставочку я вам повторяю вот я распаковываю коробку для тех кто может быть не видел вчерашнее видео так вот подписано равенолы лукойл здесь упакованы все проложено картоном каждая баночка в пакетике завернута пленку пищевую и еще загерметизированная изолентой черной крышки так значит описание значит отчет мидс гсм по равенолу ну приступим первым делом естественно надо создать эталон данного масла я создал болванку заранее сейчас обновлю на ней спектр подкорректирую если потребно конечно потребуется значит равенол мы знаем вот такая спектрограмма видно очень высокий пик и стировой не очень сейчас посмотрим сравним с могил один по отношению могил один может быть чуть-чуть но я бы так сказал до 6 процентов и стеров здесь вот по если оценивать по уровню могил один так смотрите противоизносных присадок 90 процентов от уровня кастрол 030 из которого сделана болванка но здесь видимо часть функций переложил производитель на эстеры поэтому ничего такого удивительного нету нормальный ход корректирую отрицательные значения здесь вот и никрования гликолю брал ну и как многие уже знают я это постоянно говорю что вот эстеры большое количество эстеров они влияют на показания они совпадают по значит по спектру с карбоновыми кислотами и поэтому дают завышение кислотного и занижение щелочного я использую данные одного известного ресурса значит подкорректировал 10,5 щелочное и 2,25 кислотное все эталон создан я его сохраняю и можно приступать к проверке отработки это тигуан 5 м 11 года 14 тысай мотор си эй 150 сил механические нагнетатели турбина объем масла 4 литра общий пробег 123 тысяч километров и пробег на масле около 6000 километров так смотрите противоизносных присадок 37 процентов подвалился уровень пол процента гликоля стоит обратить на это внимание то есть скорее всего противоизносные присадки как часто бывают расходуются в турбине здесь может быть еще и механический нагнетатель значит принимает активное участие в этом процессе то есть чем больше микро повреждений тем больше как бы расходуются на противоизносные присадки потому что они имеют плакирующий эффект то есть заполняют неровности значит сажи 04 видно что масло поездило 346 кислотное подрастает но она изначально была высокая вот но все-таки больше единицы и 54 щелочной то есть запас еще есть но подрабатывает и упустил я немножко момент не успел значит стоит обратить внимание на воду там 1400 ppm но это может быть также гаражное хранение александр писал мне что машина там и одна и вторая стоят гараже возможно они набирают атмосферные влажности и поэтому вот такие показатели так проверим вязкость свежей отработки до видно разжижение но не такое критичным как в прошлом видео на ладе калини то есть но и видите сами да то есть эта машина явно прогревается сильнее я думаю что также турбина этому способствует вот она повышает конечно температуру охлаждая масло охлаждая турбину значит сильно нагревается да не забывайте отметить видео подписаться нажимайте колокольчик но я не знаю актуально или нет свете того что youtube вероятно завтра уже прикроет да и вот значит ресурс оценка ресурса посмотрите что было что стало помоющий нейтрализующим свойством 7400 не знаю как по моточаса но это такой же уровень как показал лукойл дженезис арматек в колине ну там понятно там значит эксплуатация повлияла сильно но здесь тоже по ней трава нею это 8500 тут тоже есть процесс я считаю что здесь скорее всего это небольшой есть прорыв картерных газов и есть небольшой расход не доливается масло но значит есть небольшой расход скорее всего есть прорыв небольшой который дополнительно окисляют масло в картере вот да все таки так 1 и 2 по кислотному прирост да есть видите окисление нитрования там тоже уже подходит границы предупреждения 20 единиц то есть это тоже влияет и это тоже может указывать на прорыв газов катализатор или воздушный фильтр чаще всего значит ну как бы не знаю честно говоря если сравнивать вот так с лукойл тут как бы я бы не знаю я бы посоветовал все-таки лукойл может быть он послабее чуть-чуть но не настолько чтобы переплачивать разницу разница сейчас существенные я думаю что это минимум в два раза равенол дороже вот ну во первых экспортеры закладывают курс я считаю завышенный чтобы чтобы предугадать так так сказать подброс возможно что народ час пытается сделать запасы поэтому покупает там объемами это тоже влияет на на повышение цены вот ну здесь я не знаю мне кажется все таки вот если выбирать равенол и лукойл имеет смысл использовать лукойл менять на там 6000 условных и как бы все будет супер ничем не хуже на мой взгляд вот такой получился тест пишите что думаете напоминаю что я открыл альтернативную площадку это яндекс дзен просто в браузере набирайте яндекс дзен набирайте алдархосе ищите меня подписывайтесь значит есть еще вариант использовать опера фри если скачать небольшая настройка в пиена и можно будет использовать youtube переключаясь переключая страну в пиен можно будет использовать youtube не знаю буду останусь я здесь буду выкладывать или нет возможно что буду посмотрим но по крайней мере сейчас я уже начал выкладывать свои видео на яндекс дзен ну и пока здесь благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео неизвестно на каком канале и на какой платформе но а сейчас пока